МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он считается эликсиром молодости, нормализует работу сердца, играет роль санитара желудочно-кишечного тракта. Ученые даже считают, что 100 грамм этого напитка может нормализовать давление. Но это только при условии, что он натуральный. Речь идет о яблочном соке. Как выбрать качественный продукт и кто из яблочных производителей лучший? Об этом в программе Качество. Яблочный сок, наверное, самый распространенный в наших широтах. Все мы знакомы с ним с раннего детства, уверены в пользе. Его пьют свежим и заготавливают на зиму, чтобы поддерживать запасы минералов и витаминов в организме на должном уровне. Он назван соком жизни и включен в шестерку самых полезных напитков. В готовом продукте сохраняются все питательные вещества, микроэлементы и витамины, как изначально было в готовом продукте. Практически разницы никакой нет, что вы кушали яблоко, что вы сразу же попробовали наш сок. Но здесь речь идет больше о соках прямого отжима. Именно в них считают эксперты больше всего витаминов. Отличие сока прямого отжима из-за сока восстановленного. Сок восстановленный – это восстановленный из концентрата, а сок прямого отжима – это чистый прямой отжим. Там все витамины сохраняются, все минералы. Полторы тонны в час столько может выпустить вот такая машина. То есть по 5-6 тонн в день изготавливает предприятие. Главное, чтобы был спрос. Достаточно долгое время народ пил, восстановленный соки. И сегодня над этим мы работаем. И если смотреть, значит, 3 года давности, сегодняшний день, мы в 3 раза увеличили рост производства сока пивого отжима. Все сырье здесь закупают у населения, перебирают, моют и отправляют на дробилку. Яблоки измельчаются до частиц, затем раздробленные фрукты поступают на пресс-вал. Отжимаются, проходят фильтрацию, и сок практически готов. Когда мы наберем достаточное количество сока, он у нас поступает на пастеризатор. Получается, в пастеризаторе 83 градуса пастеризуется и поступает на линии розлива. В сок мы, получается, ничего не добавляем. То, что вот мы получили из наших овощей, то и мы разливаем. Мы обычно разливаем в трехлитровые пакеты. Для получения трехлитрового пакета сока нам нужно 5-6 килограмм свежих яблок. Производство сока автоматизировано не полностью. Здесь есть и ручной труд. Например, Гельсия Айдзинова уже 10 лет работает на линии. Разливает сок вот в такие вакуумные пакеты. Очень люблю свою работу, мне нравится. Я сама очень люблю сок. Нектар, в общем, все виды. У нас дома стоят соки, покупаем, знаем, что все натуральное, все чистое и с удовольствием пьем. На первый взгляд ее работа кажется очень легкой. Стой себе и подставляй пакеты. Но на самом деле все не так просто. Тут важно в нужный момент выпустить воздух и закрыть упаковку. Иначе продукт может испортиться, даже не выехав за территорию завода. А знают ли потребители отличие сока, восстановленного от прямого отжима? Могут ли определить качественный продукт и всегда ли вкусный сок натуральный? Как обычно, мы решили сначала узнать мнение потребителей. В магазине покупатели пробуют 5 образцов сока. Причем в их числе есть нектары, восстановленные соки и продукция прямого отжима. Задача выбрать лучший образец. Волжский посад. Сок восстановленный. Самара. Нектар мой. Продовольственная группа сады Придонья, Волгоградская область. Нектар моя цена. Компания Санфрут Пермь. Красная цена. Нектар. Краснодарский край. Сок прямого отжима предприятия Кооператор. Комсомольский район. Чувашия. Выбрать вкусный и натуральный сок несложно, если знать, на что нужно обращать внимание. Сейчас в основном соки разливаются в непрозрачные упаковки. Такие, что не видно сам продукт. Поэтому внимательно изучайте этикетку. Здесь должна быть вся информация. Состав, даты производства и упаковки, условия хранения до и после вскрытия. Потребитель просто обязан быть грамотным. А на что больше всего внимания обращают покупатели? Смотрим, сколько процентов сахара, соки. На состав смотрим. Обычно прямой отжим берем. Читаем состав, чтобы было поменьше сахара, было побольше натуральных продуктов. Среди покупателей магазина оказалось много любителей яблочного сока. Мне понравился сок под номером 5. Очень вкусный. Я бросила на пятый номер. Натуральный вкус. Сразу видно. Остальные, они сладкие, но сразу видно, что они натуральные. Я выбрала сок под номером 5, потому что он мне понравился. Напоминает вкус детства. Очень вкусный, насыщенный вкус. Сок номер 1 разбавленный. Ощущение такое, как будто водой разбавленный. Номер 3. Какой-то привкус даже есть. Номер 2. Несладкий. Номер 4. По цвету не понравился. Я выбрала сок под номером 5. По сравнению с остальными, это, я думаю, самый лучший сок. Потому что, вот как я попробовала, на языке у меня запах яблока. Остальные немножко сладковатые. Чувствуется, что по составу там и водой разбавлено. Мне под номером 5 понравился сок. Если сравнить с первым номером, то он как бы разбавлен первой водичкой. Не такой насыщенный, не такой яркий вкус. Второй так слабенько тоже. В третьем слишком почувствовала много сахара. Здесь почувствовала немножко, как будто кислота есть. Я тут все соки попробовала, да, и узнала я. Тут пятый номер. Всегда я покупаю. И если взрослые смогли отличить сок прямого отжима от восстановленных и нектаров, то дети ориентировались только на вкус. Я проголосовала за четвертый номер, потому что он сладкий и вкусный. Я проголосовала за второй номер, потому что он мне понравился. Первый, он вкус не такой, как я всегда пью. В итоге большему числу покупателей пришелся по душе пятый образец. Ему отдали свои голоса 10 человек. Образцы под номерами 2 и 4 выбрали по одному потребителю. А третий и первый остались вовсе без жетонов. Таков выбор покупателей. Но что скажут эксперты? Разбавлен ли сок водой? Может, в нем присутствует химия? Или производители переборщили с лимонной кислотой? В лаборатории торгово-промышленной палаты Чувашии, куда мы и отнесли образцы сока, их проверили по органолептическим показателям. Внешний вид, консистенция, вкус и запах. Сначала эксперты внимательно изучили информацию на упаковке товара. Тут практически вся информация, которая срок годности есть, дата выработки имеется, нанесена. Условия хранения, температурный режим хранения и относительно влажности воздуха указано. После скрытия упаковки хранить в условиях холодильника при температуре от 2 до плюс 6 градусов Цельсия. То есть эта продукция по нанесению информации на потребительской упаковке полностью соответствует. Все в порядке с упаковкой 2, 3 и 5 образцов, чего нельзя сказать о 1 и 4. Здесь не хватает, не достает информации. В составе отсутствует содержание воды, из которого он изготовлен. То есть нектар изготовлен с добавлением воды, однако в составе его нет. Пожалуй, основной критерий качества состав продукта. Специалисты могут определить ингредиенты по вкусу. Первый представленный образец нектара у нас свойственный, он стандартный, отвечает всем требованиям технического регламента. Второй образец нектара у нас не соответствует требованиям стандарта по наличию добавления большого количества воды. Третий образец и цвет, и вкус, и запах свойственнее. Сок нектар отвечает всем требованиям, которые предъявляет нормативный документ сегодня. Четвертый образец, он у нас не соответствует по кислому вкусу. Остаточная кислотность во вкусе проявляется сильно. Сок 100% прямого отжима по всем показателям органолептическим соответствует требованиям технического регламента на соковую продукцию. По итогам экспертизы у нас сразу два победителя. Среди соков лучшим стал напиток прямого отжима предприятия Кооператор Комсомольского района. Среди нектаров моя цена – компания «Санфрут». Вы сами можете проверить, что за сок стоит у вас в холодильнике. Для этого есть несколько вариантов. Например, добавить одну чайную ложку соды, стакан сока, ну и наблюдаем за реакцией. Если свет потемнел и побурел, значит сок натуральный. Если не изменился, то нет. Еще один вариант проверки подлинности товара – это капнуть на ладонь. Сок не растереть. Если на коже остается жирное пятно, значит тут искусственный загуститель. Ну, соответственно, сок ненатуральный. Но у меня тут никакого пятна не осталось. Значит сок вполне себе настоящий. Настоящий. Поэтому заботитесь о своем здоровье и пейте только натуральные соки. EC FALLYEN DAAhS. Спасибо за выпуск! До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин